Всем привет! Это Техничка. Что такое Техничка? С одной стороны, есть техническая зона, за пределы которой тренер не может выходить во время матча. С другой, есть техническая запись игры с камеры, которая захватывает все поле. И именно по этой записи тренера проводят послематчевые разборы. Наша Техничка – место, где тренеры разберут ключевые матчи в своих карьерах, а возможно и в истории всего российского футбола. Гость первого выпуска – Евгений Калешин, главный тренер Акрона, который стал главной сенсацией фонбета Кубка России в прошедшем сезоне. Акрон дошел до финала пути регионов, обыграв Торпеда, Локомотив, Динамо и Спартак. Сегодня Евгений Калешин расскажет все о сенсационной победе над московским Спартаком. Добро пожаловать в Техничку! Одна из наших целей – это глубокая адаптация к каждому сопернику, даже на уровне первого дивизиона. И поэтому этот матч не был исключением для нас. Спартак использует различные варианты, стратегии к конкретным матчам, но глобально принципы остаются те же. Было два варианта – это схема с двумя нападающими, или так называемый ромб, который они оказывают в таком варианте, либо команда использует давление, когда используются три форварда, да, и с тремя центральными полузащитниками. Времени на подготовку там было всего несколько дней, и глобально наша идея была в том, что такой глубокой проработки под нас у соперника не будет. Мы готовы были, в принципе, встречаемся с командами, которые оказывают давление и в три центральных нападающих, и в два, и нам особенно сильно перестраивать свою модель игры не нужно было. Единственное, нам нужно было определить состав с тем уклоном, хотим ли мы навязать сопернику свою игру, либо все-таки подстроиться и отдать инициативу. И мы постарались использовать наверху у нас игроков, которые имеют хорошую скорость, очень резкие, мобильные, быстрые, и смогли бы на дистанции переиграть там высокую линию обороны соперника. Но при этом мы насветили состав игроками, которые устойчивы к давлению, если я назову состав, да, наш. Это Серега Волков, два центральных защитника, Хаджин Язов и Сагуткин. Здесь были два полузащитника бывших, игрока, воспитанника Спартака. Костя Савичев, это бывший полузащитник, который играет уже несколько лет на позиции крайнего защитника. И Данил Полубояринов, тоже центральный полузащитник, который практически не имеет опыта игры на этой позиции, но очень умный игрок, который не теряет мячи в сложных ситуациях, может их сохранить. И, соответственно, два центральных полузащитника, Макаров, Чудин, Полиенко под нападающими, и три форварда Салтыков, Понце и Килин. Спартак вышел с расстановкой в ромб. Вот поэтому наша цель была пригласить соперника давление, потому что мы умеем проходить такое давление, потому что оно не персональное, оно зональное. И, используя своего вратаря, который играет хорошо ногами, мы ставили соперника постоянно в тупик. У нас все время было время для того, чтобы сыграть вперед. Какая цель стояла для прохода давления? То есть, когда мы проходили, допустим, давление, у этого игрока, допустим, у Полубоярин, у Кости Савича всегда было время на принятие решений. То есть, пока он из-за того, что здесь было два опорных, здесь одному из игроков было сложно контролировать их, и приходилось какую-то зону открывать. Ключевое, ключевое действие было, это не возвращать мяч назад, просто его для того, чтобы просто контролировать, а играть мяч как можно быстрее вперед. То есть, так как Спартак использует офсайдную ловушку, очень часто игроки останавливаются, поддерживая давление. То есть, мы могли играть за спину, да, постоянно ставить, допустим, даже если передача будет не точная, да, в пространстве, то мы могли разворачивать соперника лицом к своим воротам и оказывать уже потом давление на них, либо по скорости Салтыков и Килин могли просто переиграть их на дистанции. Вторая стратегия была, это если мы не находили чистый выход, за счет того, что у нас все равно лишний футболист, я чуть сдвину. Вот так, да, у нас был футболист, это вратарь, который создавал третьего игрока лишнего, вот так он располагался. Два нападающих не способны перекрыть трех игроков. Это невозможно сделать, потому что все время есть лишний. Мы, допустим, в Зиньковский шел, мы отдавали передачу назад и, ну, как бы, у него была такая впатовая ситуация. Они пытались накрывать и здесь, соответственно, мы могли, допустим, всех шестерых перебивать. И так был забит первый мяч, полностью здесь поборолся, то есть мы, как бы, вернули мяч, мы вынесли его сюда из-за того, что они все были перебиты, перебивался прессинг. Мы здесь имели либо 4 в 4, ну, и так как здесь была большая зона подбор мяча, здесь поборолся, по-моему, Чернов, он мяч этот сбросил, подобрал его Салтыков и уже, как бы, атака на скорости прошла. Мы подали мяч и, как бы, реализовали свое преимущество. Очень важно понимать один из самых главных принципов. Мы не провоцируем давление, а ждем его. То есть нам нужно подождать, кто будет двигаться. То есть я могу отдать сразу сюда, да, и, соответственно, как бы давление будет таким, что у нас просто перекрывают здесь все, и у нас нет лишнего игрока. Мы не можем вернуть, потому что все перекрывается, уже вратарю отдать не могу. Но когда вратарь ждет, то есть он ждет давление, да, как будут реагироваться. То есть мы, мы все время стараемся игрокам объяснить один из главных принципов, что давление определит то, как мы разыграем мяч. Если давление не будет, да, мы продвинемся там 50 метров спокойно, без проблем. Если давление будет, то мы должны просто правильно отреагировать, с какой стороны он начнется. Если начнется, допустим, с этой стороны, да, как бы здесь будет перекрыт футболист, то вратарь должен принять правильное решение, где свободная зона. Значит, этот футболист открывается, я могу, допустим, недодачу отдать, и этот футболист должен широко располагаться, открывать линию для передачи. И угол передачи должен быть такой, чтобы под давлением я мог безопасно сбросить, допустим, в эту зону. Соответственно, пока он перестраивается, у него есть время на принятие решения. И здесь уже, как я говорил, что вопрос не возврата мяча в зону давления, а играть вперед, потому что команда соперника останавливается и пытается создать искусственный офсайт. Сам проход вот этого не составил сложности. Была сложность здесь завершить и, ну, опередить, правильно сыграть, точно подать мяч, перебить первого. Вот здесь, здесь мы не видели проблем. Искусственное поле – выездной матч. То есть всегда при анализе это играет роль. Ну, по крайней мере, в нашем случае мы анализируем. Выездной матч, он отличается психологией. А так как искусственное поле оказывает влияние на игру, потому что это немножко другая специфика и команда, которая приезжает и не тренируется перед этим на искусственном газоне, она имеет сложности к адаптации. Это нужно время. Это по-разному занимает, там, в зависимости от того, как готовится команда, какие у нее там подготовительные упражнения. Я не скажу, что Оренбург слишком так похож на нас, но они принимали «Спартак» дома. Они тоже стратегию построили такую, что приглашали соперников давить на них, то есть придерживали мяч на своей половине поля. Потом после этого, после прохода первой линии, если это удавалось, они, ну как, эскалация шла атаки, они быстро убегали. «Спартак» останавливался в центральной части поля, делал офсайдные ловушки. Они искали мячи все время не в недодачу, а старались открываться за спину. То есть, ну, условно говоря, если останавливается там джик, я не понял, кто слева играл, то есть он останавливается, делает офсайдную ловушку, здесь люди бегут, а мяч открыт. То есть футболист идет, на него никто не давит, а команда начинает останавливаться. Да, этот может попал, допустим, ты ловишь этого в офсайд, ты видишь его, да, что он попал, остановился, но ты не видишь, кто за спиной. А отсюда здесь, допустим, у него еще два-три метра зазор. Здесь передача шла проникающая, и футболист стартовал практически там один в один. Потом они добегали, там пытались, там, или вратарь выручал, или они уже сами исправляли свои ошибки. Но это первое, чем плохо, да, нагружает, во-первых, команду свою, да, ты как бы постоянно бежишь за спиной, да, и придает уверенности. Когда ты создаешь несколько моментов против Спартака, ты получаешь уверенность, дополним, да, это работает, то, что подготовили тренерский штаб, то, что мы потренировали на тренировках, это работает. Футболисты с удвоенной энергией начинают повторять эти эпизоды. Мы попытались наших футболистов сидеть уверен, что они будут это делать системно, то есть это в каждом матче такие остановки есть. Каждый раз они давление группы атаки поддерживают высокой линии обороны и, соответственно, как бы искусственным положением вне игры. Спартак практически не использует, да, пятого игрока, особенно, мы так надеялись, что так и будет. Допустим, построение такое. Да, здесь нам вообще было легко, потому что мы старались их растягивать за счет игроков фланговых и за счет подключения нашего вратаря. То есть у нас было два опорных игроки, которые здесь, на бровках, и вратарь, который помогал нам преодолевать давление. То есть он в этой зоне, мы вот так располагались. Здесь, допустим, футболисты, которые, может быть, глубоко были, вот в таком ключе. У нас всегда был футболист, который можно отдать на бровку, да, в одну или в другую зону. И здесь, ну, пока Спартак перестраивался, пока они четвертого игрока сажали, это было время. А это время уходило на то, что у нас здесь была возможность подать мяч и, допустим, сыграть, допустим, мы очень часто играли за спину, особенно в первые минуты. Вот такие передачи проходили, они не всегда были точные, но они заставляли еще раз всю команду разворачиваться лицом к своим воротам. И уже, допустим, здесь, если, допустим, соперник играл правильно, первый на мяче был, мы оказывали на него давление, и они не могли чисто разыграть мяч. Они уже, как бы, выходили либо длинной передачей, либо вообще в аут выбивали мячи, там несколько мячей, мы аутов и угловых заработали. Просто того, как соперник на своей половине поля пытался разыграть короткие передачи, потому что мы здесь очень активно их накрывали. Наша цель была все-таки вот эту свободу, которую имеют фланговые игроки, использовать для более простой игры, как бы подавать мячи, штрафную быть, допустим, если справа подача, три игрока должно быть минимум в штрафной площади для того, чтобы навязать борьбу. Потеря мяча не в центральной части поля, если бы мы много комбинировали через центр, мы могли бы там, из-за того, что здесь высокая плотность и, ну, квалификация игроков соперника позволяет нейтрализовать это, могли бы нарываться потом на встречные атаки соперника. И так как здесь достаточно тонкая игра нужна, тонкое комбинирование, мы стараемся избегать этих ситуаций, старались терять мяч за спиной у соперника и в флангах, полуфланговых зонах. Если потеря идет здесь, то всей команде легче отследить, ну, допустим, многовекторной ответной атаки не будет, то есть она будет либо в одной зоне, да, либо, как бы, в противоположной зоне. Когда потеря мяча в центре поля происходит, то соперник может ответить многовекторной атакой, то есть очень сложно контролировать, она может быть по центру, в один фланг, в другой, и очень сложно ее, ну, как бы, предсказать. После того, как мы теряли мяч, и это было стандартное положение, мы старались накрывать соперника один в один, и в первом тайме они ничего не разыграли. То есть это полностью игра один в один, они пытались здесь нас запутать. То есть каждый игрок находил цель. То есть мы не боялись этого, потому что понимали, высокорослого игрока не будет, Соболева, да, то есть футболисты, которые здесь были, они не, они быстрые, но менее подкованы в игры вверху. И мы здесь доминировали, потому что и Сагуткин, и Хаджиньязов переигрывали в верховых единоборствах. Здесь игра один в один. В российской премьер-лиге практически никто это не использует, и Спартак не был готов, особенно в первом тайме. Мы несколько раз накрыли соперника возле своих ворот, и несколько мячей мы отобрали в середине поля, после того, как подбирали мячи. Пока соперник адаптировался, во втором тайме уже ушло время, и мы забили к этому времени два мяча. Макс Поленко один из наших системных, фундаментальных футболистов, вокруг которого строится игра. Это как человек, который определяет игру команды в атаке, направление атак. То есть он принимает решения хорошие в условиях давления. То есть когда мяч в тяжелых условиях доставляется ему, он не теряет его. У него есть хорошая способность и опыт сохранять его именно в ногах. Он может под давлением с игроком на спине принять решение, которое позволит команде, допустим, избежать давления и не возвращать мяч обратно в оборону. Таких игроков вообще в России мало, которые именно на ведении могут принимать еще решение в условиях того, что на тебе висит 70 кг соперника. Это ключевые матчи. Футболисты хотят участвовать в этих матчах. Если он нам сказал, что он хочет попробовать, мы должны дать ему шанс, потому что на трибуне его отец, его семья, это его город, его команда. Тут не только тонкий расчет действует, а еще и уважение к игроку. Потому что они иногда играют на уколах, иногда играют травмированные. Мы уважаем это все, понимаем, что они самые главные люди. Если он просит дать нам время, чтобы он приспособился к игре, я никогда не поставлю результат выше отношений к игроку и то, что он сделал для клуба. Поэтому даже если бы нам забили этот пенальти, мы его поменяли бы, сделали бы замену и продолжили гнуть свою линию, матч бы к этому времени незаконен. На 20-й минуте матч бы не закончился. Я в этом уверен. Но зато у него был шанс, может быть он смог разбегаться. Иногда часто бывают футболисты получают микроповреждения, но в условиях стресса, в условиях эйфории они продолжают игру. И только после матча оказывается, что у них там серьезная травма. После того, как вышел Песегов, это совсем другая стратегия была, потому что это игрок, который может хорошо видеть поле, но играет глубже. Он не способен на мощные рывки за спину, он не способен держать мяч на ведении или проходить его через ведение. И поэтому нам пришлось его опустить глубже. А Чудин или Макарова сюда поднять, это уже другой вариант игры, другой вариант ведения игры. Немножко более, наверное, комбинационный, но менее игрок, который может, допустим, пролезть с мячом сам или открыться правильно. Здесь немножко нам сложнее стало. Хотя по результату, да, то есть мы без Палиенко забили два мяча. Может быть, вот так распорядился футболбок, что без него мы смогли реализовать наше преимущество. Первая атака наша не прошла. Здесь оказался Савич и Макаров, да, здесь Килин, Понса и Салтыков. Вот такая, по-моему, ситуация была. Первая атака не прошла, выбили мяч. Мы оказались здесь первыми на подборе из-за того, что вот эта группа, она была еще здесь, далековато. Вот так, вот такая ситуация была. Вот так, да, то есть мы успели на этот второй мяч. У нас было больше здесь, так как их было трое, этот четвертый еще не успел вернуться. Мы этот мяч подобрали, вернули его игроку. Опять же, это была стратегия, не выдумывать ничего, не надо было никаких комбинировать. Мы просто понимали, что надо здесь правильно сыграть. Подача была не очень качественная, да, она попала вот в нашего игрока. Но он как бы сыграл, я считаю, Килин так мастерски сыграл, потому что здесь отстал. Подачу он ее как бы продлил дальше. Это все-таки говорит об опыте игроков, понимании, да, что ты уже не можешь ничего сделать, не стал его принимать, а просто продлил. И он как бы здесь, мяч завис на изменении направления. Мяч попал в эту зону. И, ну, одно из, наверное, сильных качеств такого, что он нацелен на гол, очень хочет забивать. И он, я скажу, как можно сказать, что продавил. У него очень хороший прыжок, он очень взрывной. Он, несмотря на то, что он маленький, ну, как по антропометрии, но он не боится борьбы, и в том числе верховой, из-за того, что у него сила в ногах есть, и взрывные качества на хорошем уровне, он просто прыгает и борется. Да, иногда может получаться, нет, но здесь в чемпионате, допустим, нейтральные мячи, если я беру, допустим, мяч нейтральный, и он летит, он никогда не уходит от борьбы. Он все время пытается бороться, выпрыгивать, и очень часто эти мячи выигрывает за счет, ну, точности прыжка своего. Поэтому нам не удивило, что он здесь забил. Хороший пример того, что ты не обладая, там, выдающимися габаритами, за счет правильного движения и агрессии, да, ты, как бы, он не со стоячих ног это делал, он с разбега это делал. То есть он вовремя поймал момент, прочитал, два-три шага сделал, толкнулся, завис, как бы у него была фаза полета небольшая, и он смог этот, ну, в динамике этот мяч вколотить. Если бы он стоял, очень часто, как бы, при такой подаче, когда ты не играешь правильно, да, когда ты заранее прибегаешь в эту зону, ты прыгаешь с двух ног, или пытаешься, там, только за счет кивка головы. Сыграть это очень сложный элемент. В основном, ну, как бы, так, габаритные нападающие способны это сделать, там, направить мяч головой. Ну, там, уровень, ну, допустим, Соболев, да, он может со стоячих ног за счет роста или дзюба просто ткнуть. Маленькие игроки на это не способны, им нужна динамика, а им нужен, как бы, прыжок и фаза полета. Тогда они смогут за счет динамики протолкнуть мяч и переиграть соперника. То есть в нашей обороне мы использовали пятерку, опускали одного из центральных полузащитников в середину, чтобы создать последнюю линию из пяти футболистов. Четыре полузащитника и один форвард. Да, для того, чтобы сковать соперника, потому что они, ну, как бы, рискуют, насыщают зону практически шестью игроками. Да, вот так это было. Во втором тайме особенно, вот здесь эта зона. Один опорный, да, как бы, вот такая картина была. И так как давления нет, то нам очень сложно было во втором тайме уже, как, контролировать вот эту шестерку. Здесь Прутцев, Зиньковский, да, они, как бы, насыщали эти зоны. И, ну, одному тяжело, да, допустим, здесь, если в первом тайме нам удавалось, потому что здесь еще оставался защитник у соперника, мы, как бы, успевали перекрывать, то во втором тайме такое количество игроков нам пришлось дать инициативу из-за того, что они проходили давление, ну, закон. Если давление нет на чужой половине поля, давление перемещается на твою половину. Глобально трудностей не было, потому что атаки были все медленные. Футболисты вязли в такой эшелонированной обороне. Здесь нужно было очень тонко играть, нужно много комбинировать. Они много времени тратили просто на то, чтобы найти, как бы, возможность для подачи, хорошей для качественной проникающей передачи. Они были, но за тайм, там, за 35 минут, то, что они, как бы, преимущество имели, это недостаточно было, чтобы развалить вообще нашу оборону. Один момент прошел после подачи, мы не доиграли. Глобально такой вот прям сложной игры не получилось, именно чтобы они нас заставили мучиться, как это было с Локомотивом, как это было, допустим, с Динамо. Эта игра прошла, мне кажется, больше в нашей стратегии, и мы смогли разрушить игру соперника и навязать свою. И, естественно, уже там концовку матча дотерпеть, довести дело уже, как бы, до победы. Потому что, когда ты ведешь 2-1, в конце матча нет смысла уже, там, построение своей игры. Надо просто, ну, отбиться, попытаться защитить результат, потому что это матч на вылет, вот, уже никто не спросит за последние минуты, какое было качество, главное, довести матч было до победы. Мы не используем вообще блок с двумя нападающими, по одной простой причине, что у нас, мы играем как бы в три форварда, да, то есть эти игроки, это как нападающие, да, которые, допустим, и Килин, и Салтыков, и Понц, и потом Эльдарушев, то есть это опеков, футболисты, которые атакующего склада, но с характеристиками, которые могут дорабатывать эпизоды в обороне, да, то есть мы отрезаем, мы вышли, отдаем инициативу здесь, но помогаем создать, то есть три человека, ну, я, допустим, просто, если бы было два, подключился бы вратарь. Вот так стали бы они, да, и здесь, мне кажется, сложнее, на наш взгляд, еще раз, я так говорю, не панацея, это тот взгляд, который мы подобрали под нашу игру, то есть вратарь бы подключился, если мы не давим, да, он бы здесь все равно находил бы лишнего, но вот эти зоны для, там, Зиньковского, для Пруцева, да, они бы были более свободны, здесь тяжелее, учитывая, что у нас здесь один из опорных играет в обороне, в последней линии, то здесь фактически два игрока-атакующих были бы не способны, там, много, или их не лучшее качество, игры в обороне, поэтому мы все-таки посчитали нужным все-таки насытить вот эти двумя линиями, они более плотные, их тяжелее вскрывать, ну, как бы, отдаю, тут невозможно, как бы, найти такой прям супер баланс, ты отдаешь инициативу здесь, но перекрываешь ходы перед своей штрафной, учитывая, что матч складывался таким образом, что мы уже к этому времени вели 2-0, два мяча, нам, может быть, и не было логики тратить энергию здесь на отбор, сосредоточиться на том, что они будут торопиться, ошибаться. Если бы здесь был Соболев, ну, и они, наверное, так бы не комбинировали, они бы больше делали фланговых передач, он бы 100% продавил бы, нашел бы, он бы сбросил, какие-то мячы он выиграл бы, зацепил бы, мало того, он бы в первом тайме, скорее всего, зацепил все, что они выносили, он бы зацепил, потому что один из лучших игроков, после Дзюбы, наверное, который цепляется за мячи, за верховые, в последнем сезоне вообще прибавил в этом отношении, это была бы проблема для нас, потому что мы не имели бы тогда преимущества при атаке соперника, при выходе. Промес, наверное, ну, тонкий футболист, способен обыгрывать один в один, если бы он был здесь, сложнее было бы даже пятеркам, и он бы мог просто один в один обыграть, он бы не за счет комбинации, за каких-то решений, неожиданно, за счет резкости своей индивидуального мастерства мог решить, ему бы подготовили какой-то пизду, там, где, допустим, оказывался Забнин, он отдавал передачи, здесь бы Промес мог не отдавать, а сам пробрасывать, там, бить. Естественно, два ключевых футболиста не участвовали в матче, и это сказалось, ну, негативно на игре «Спартака». Это надо признать, честно, ничего в этом такого плохого нет. На это они, футболисты высокого уровня, что они делают погоду, что они делают результат. Я не оцениваю результаты команды, я оцениваю качество игры и тот посыл, который команда демонстрирует в каждом матче. Вот. С одной стороны, это, возможно, для нас более предсказуемый футбол, но более тяжелый, и те вещи, которые использует Абаскаль, можно перенимать, потому что хорошие идеи, хорошо игроки их восприняли, и я скажу, что и Пруцев, и все, ну, по крайней мере, я буду за русских игроков говорить, российских, все добавили, на наш взгляд. Вот. И именно в такой модели игры они, как бы, по-новому немножко смотрятся. Я никогда не ожидал, что там Рома Забнин может такой футбол играть, более комбинационный, более интеллектуальный. Пруцев, ну, Игна, ну, все ребята, как пример. Да, почему я говорю, что мы можем использовать? Потому что качественная игра российских игроков в топ-клубе говорит о том, что ничего нет невозможно для наших игроков. Там, Салтыков, ОПЕКов, молодые футболисты, которые есть у нас, Савичев, Волков, это российские игроки. Чем они отличаются? Люди подготовлены этой школой, ну, чем? Вот вы тренируетесь, это такие же ребята, пришел тренер, который доверяет, который работает с командой, который объясняет, и они, как бы, идут, ну, хороший сезон провели. Поэтому мы и брали за основу качественный клуб с ростером. В основную роль играют все равно русские игроки, на мой взгляд. Да, Промис, это как такая вишенка на торте, но основную нагрузку, враталь, средняя линия, в основном, и даже и Соболев, да, это все-таки российские игроки, и с них можем брать пример для нашего поколения. Пацанов, которые могли бы в будущем тоже оказаться в Спартаке. Спартаке